Очень просто, легко и необязательно о том, что такое современное искусство для каждого из нас в нашей жизни. Часто ли мы о нем говорим, насколько оно нам вообще интересно, насколько часто мы его обсуждаем и посещаем какие-нибудь именно киевские культурные события. И позвольте мне процитировать Таню Гершуню, которая задала два главных вопроса художнику. Сколько можно и вам не стыдно? Ну, в общем, где-то об этом же не будем говорить. Вопрос первым делом по поводу того, насколько не стыдно, будет адресован Машей Куликовской, одному из самых ярких современных украинских художников. С нами также Люля Гольштейн, культурный обозреватель радио Вести. С нами перформер из Варшавы Анна. Анна Косаревская. Также с нами сегодня образованный молодой человек по профессии кондитер. Адепт современного искусства. Адепт современного искусства Антон Таран. И я как модератор, и арт-критик, и вообще адепт БТВ Маша Хрущак. Еще один адепт, мне кажется, и уже узкий круг можно называться. К нам присоединиться немножко позже, возможно. Давайте мы посмотрим дальше. Так вот, друзья, вопрос очень простой, очень понятный, но сложнее всего отвечать на вещи, которые давно засорены клише. Что такое современное искусство? Я сразу введу в поле понятие того, что современное искусство давно не обслуживает категорию прекрасного. То есть, прощай пока кантовские и гегельянские концепции. Современное искусство окучивает, скорее всего, категорию безобразного, противного, некрасивого и так далее. Почему так произошло? Ну, весь XX век к этому шел. Искусство выбиралось из галерей, шло на улицы и осваивало современную жизнь. То есть, все то, что тревожит современных людей. Соответственно, все, что происходит вокруг, уже давно не есть красивым, приятным, интересным и так далее. То есть, современное искусство – зеркало своего времени, которое, по сути, месседж, который должен достучаться до человека, которого пытаются любым образом затюкать, усыпить, сделать из него банального потребителя и так далее. То есть, вот, не побоюсь процитировать Костю Дорошенко, если искусство дает ответ, это кичи попса. Если искусство задает вопрос, то это уже где-то возле актуального искусства. Кичи, которые давно нам показала и очертила, ну, скажем, архитектура и скульптура. Но при этом Маша это делает на современной территории таким образом, которым никогда до этого никто не орудовал. Да? Ну, мне так кажется. Маша, насколько тебе, как художнику, еще интересное современное искусство? Что это для тебя? Я была недавно в Харькове вместе со своей женой и отказалась, можно так сказать, участвовать в медиа-арт-проекте, потому что я не очень поняла, что мне там делать. Делать очередной какой-то выдвигон и развлекать публику, в то время как по соседству, очень близко к этой галерее, ну, толпа людей, которым нечего просто есть. Вот и все. Я пошла помогать беженцам, да и все. Там, в Харькове? Да. Недели, простите, день я работала просто, потому что уже Клин был самолет, и нам нужно было возвращаться, и мы там с ней, ну, как бы сутки провели. Ну, не знаю. Маша, пожалуйста, год назад, да, год назад ты женилась? Нет, я женилась 11 января 2014 года. А, то есть даже нет еще... Год назад Маша затеяла арт-проект, в рамках которого... Тут стоит начать с того, что такое искусство в жизни, да, вот, то, почему я вела по поводу того, что либо современное искусство — часть твоей жизни, и оно анализирует то, что происходит, да, либо это музейные экспонаты, которые не... ну, которые просто артефакты и представляют какую-то культуру не нашего времени. Так вот, ну, возможно, да, Маша, наше будущее Марина Абрамович — человек, который сделал современное искусство частью своей жизни, то есть не абстрагируясь от этого процесса. То есть арт-проект как замужество с женщиной для того, чтобы показать, как украинцы пытаются любыми способами выехать за границу. Ну, я бы так не так существовала. То есть, как я говорила именно об этом, возможно, он перерос, конечно, в другие совсем рамки и масштабы. Это тоже, кстати, очень важно, когда в процессе определенное произведение или акт переходит совсем в другие категории. Да, то есть тут сейчас затрагивается огромное количество разных аспектов, больше оппозиции мигрантов и, в том числе, позиции людей таких, в статусе которых я пребываю сейчас, то есть ЛГБТ людей, да, которых, к сожалению, и вообще к моему непониманию здесь не воспринимают даже как людей. Потому что на сегодняшний момент в Украине и в России я свободна. Мой брак даже не регистрируется, просто не регистрируется. Когда я регистрировалась как беженка из Крыма, потому что у меня прописка крымская, меня спросили, есть ли брак, я сказала да. Показала документ, который был заключен о свидетельстве о браке в Швеции. Покрутили как бы в руках, поулыбались, проверили паспорт. В паспорте нет никакой регистрации вообще. Сказали, ну ты свободна, нет проблем. То есть как бы государство максимально игнорирует тот факт, что люди, которые хотят жить иначе, да, они не имеют никаких прав, они не являются полноценными людьми, да, которые могут пользоваться защитой, социальной защитой от государства тоже. То есть как бы это довольно социальный проект, но я не могу сказать сейчас, что это только проект, это жизнь моя, которая очень сильно изменила. И я не могу сказать, что в прекрасную сторону только, то есть в прекрасную сторону много открылось пониманий каких-то, да, то есть то, чего я недопонимала, не знала, как ответить или там, ну то есть изменилось что-то много во мне, вот. Но в большей части, по большей части этот проект разрушил просто, ну как бы такой нормальный обычный устав жизни, скажем так. Ну вот смотри, искусство как процесс во многом, возможно, рождает искусство ради искусства. Но при этом в твоем случае оно как бы это понятие одновременно и нивелирует, потому что как раз твое как бы искусство ради искусства, которое изначально можно было интерпретировать исключительно так, переросло в какую-то абсолютно социальную бытовую историю. Важно ли, чтобы искусство соприкасалось как раз с такими социальными понятиями? Или что вообще нам должно нести искусство и должно ли что-то нести? Я не считаю, что что-то кому-то что-то там должно, во-первых. Но вместе с тем я считаю, что я не понимаю, как можно быть типа художником там. Вот я сейчас художница с 9 утра до 6 вечера, да, в мастерской. Потом я прихожу домой, и я уже не художница. Я уже там типа просто Маша Куликовская, гражданка там какой-то страны. И занимаюсь там своими делами. Ну я не понимаю, я не верю в это. Просто я лично не верю в это. Нам присоединяется еще один человек, Руслан. Да, и мы просим вас тоже принимать участие в беседе, и не то как-то пресненько у нас получается только втроем. Благодаря Руслану мы придумали само название нашего сегодняшнего вечера. Да, зачастую это очень популярный вопрос. Когда собеседник узнает, что человек имеет отношение к современному искусству, он спрашивает, вот сколько можно и зачем это нужно? Твой микрофон. Это твой до нас просто всех отличий. И вот, например, Давича, Руслан бывал на выставке за границей. То есть за границей наши люди часто ходят на выставки. Например, на выставке Сальвадора Дали. А в родном Киеве... Кроме выставок, там есть еще возможность в Европе или где-то просто за границей посмотреть какой-то условный быт, но при этом этот быт сопряжен целиком и полностью с искусством, с архитектурой, с теми вещами, которые мы видели прежде, только на картинке. Ну, у нас тут тоже архитектура и быт. Да, простите, да. И искусство, собственно говоря. Конечно. Да. Извините, что перебиваю. У меня сейчас с самого начала диалога появилась просто мысль такая. И вот она, вот чем дальше мы идем, тем больше подтверждается. Что вот какое-то современное... Современное искусство вообще странное понятие. Современное искусство, оно современное в любое... Любое искусство современное в определенное время. Да не факт, что актуальное. Да не факт, что актуальное. Ну, вопрос тогда, что такое актуальное искусство? Ну, мы сейчас говорим об актуальном. То, что говорят... Мне кажется, что очень важно было как раз обозначить, что мы говорим не о современном искусстве, потому что... Давайте, если называть... Ну, как говорится, попадает во время в определенное, да. Актуальное искусство, которое рамки достаточно длительные. Есть какой-то круг людей, адептов актуального современного искусства, страдающих, они не страдают, конечно, нет, страдающих комплексами такими, ну, даже в какой-то мере наполеоновскими. Ну, в том плане, что вот мы, мол, адепты искусства, ну, тянет меня называть вещи своими именами, а плебейская масса, которая там понимает или не понимает. Часто современное искусство, особенно в наше, ну, в любое время, на самом деле, было непонятно, да? Не настолько, может быть. Вот сейчас это, вот когда появилось такое вот, что искусство как кич, ну, как что-то, как протест. Вот мне все время кажется, что современное искусство, чем дальше, тем больше является какой-то формой протеста. И перерастая там в искусство ради искусства, это, по сути, не искусство ради искусства, а протест ради протеста. То есть, допустим, я что-то делаю, я не говорю, что это не искусство, но я называю лично это искусством. Ты называешь, какая-то масса людей, большая, меньшая, называет это искусством. Какая-то считает, что это не искусство, так всегда, если не говорит, что это вообще не искусство. А лошадь вы можете нарисовать? Нет, все, тогда вы не художник. И какая-то как форма протеста. А где? Или вот, например, жизнь как искусство, да, вот как ты говоришь, что художник, который может рисовать картину, а приходит домой, он уже не художник. А где тогда проходит грань между искусством и обычной жизнью? И если этой грани нет, то почему тогда кто-то художник, а кто-то не художник? Если его жизнь может быть похожа больше на искусство, чем жизнь, допустим, какого-то, неважно, художника. Есть люди, можно сказать, их жизнь для них обыденна и, возможно, там примитивна. Они могут там приходить с утра на завод и, если были заводы у нас, ну, предположим, приходить с утра на завод, работать у станка и приходить домой. Там, где и вот он такой колоритный бригадир, он приходит домой, там у него жена, там 5 детей, вот это все такое какое-то насыщенное. И можно просто вот весь его день снять, посмотреть определенным кругом. И вот вопрос, это там как бы искусство, вот ты смотришь, и это там интересно, нравится, это как картинка. Вот берешь стоп-кадр, вот он у станка стоит, все так живописно, все здесь вот, как картина. Вот еще, вот его жизнь, допустим, как... Но он не утверждает, что это искусство, допустим. Но если тогда мы считаем, что это тоже искусство, то где тогда грань? Как понять, что искусство, а что просто жизнь? У меня есть, ну давай. Да, это его жизнь может стать объектом произведения искусства. И современные художники европейские очень часто берут за материал вот такие вот истории. И показывая их в пространстве галереи, они доносят совершенно неожиданные новые смыслы для людей, которые живут такой же жизнью. Искусство, по сути, то, что обозначено искусством? Искусство — это то, что представлено в пространстве галереи, ну либо там музейное пространство, которое отдаются под выставки. То есть все, что представлено в пространстве, которое называет себя галереей либо музеем, и автор называет себя художником, это и есть современное искусство. А что же тогда, если художник приходит домой, а он уже тогда не считает себя художником, если он выходит за рамки галереи? Нет, то, что он делает дома, тоже может касаться искусства, но факт самого показа какого-то произведения в галерее есть моментом предъявления этой работы публике. Начинает работать критика, эта работа институционализируется, её можно купить, её можно подарить музею, её можно отвезти на другую выставку. Мы сейчас говорим о теории институциональной искусства, такому подходу к критическому институциональному Джеймсона, например. Но, например, что ты скажешь о искусстве, которое работает с публичным пространством, которое выходит за рамки галереи и как раз показывает, что жизнь... Есть направления искусства, которые работают на территории города. Ты говорила больше о визуальном искусстве, ну, в смысле живописи, фотографии... Да, есть отдельные направления искусства, которые работают в городской среде. Тот же стрит-арт, граффити и всевозможные акции. Я ввели акции public space или же социальные проекты, которые... Да, да, это составшиеся события, проведённые художником, да, она может быть там запланирована. Которые не ограничены рамками галереи, институций и чего-то ещё. Кстати, странное дело, что даже люди, которые близки к искусству, но не всегда понимают друг друга в плане, что обозначать. Ну, это нормально же, это же там плюрализм, все дела. А как же тогда простым людям? Вот, я хотела, кстати, вернуться к твоему вопросу. Понимаешь, для того, чтобы... Ну, вот мы какой-то коснулись такой глобальной темы, когда существует некий, условно, кружок по интересам, по большому счёту, в котором собравшиеся могут или не могут, или скорее они в основном могут считывать определённый общий культурный код. Он может очень разниться, да, ну, в глубине, в корне, но при этом глобально они друг друга понимают. А вот какой-то зритель, о котором ты говорил, условный зритель, который не понимает того, как работают художники, на какую территорию он из галереи, там, выходя в публичное пространство, на какую территорию попадает, вот для этого как раз, для того, чтобы знали, нужно показывать, нужно, чтобы человек был насмотрен. А для того, чтобы понимали, нужно образовывать. И во многом, как это не печально, это, понятно, что это далеко не функция художника, но в современном мире, в особенности, как по мне, то, что касается в Украине, Украины во многом функция художника заключается и в этом. В образовательном моменте. В том числе. Да. Сегодня, как раз, можно сказать, что целый день я потратила на то, чтобы, без шуток, да, у меня была очень странная встреча, как бы мне сначала показалось в какой-то момент впустую, но потом я поняла, что, может быть, не зря прожит день. В общем, сегодня мне позвонила одна девочка, которую я, в общем-то, никогда в жизни не видела, но она каким-то образом там нашла мой номер телефона и пригласила встретиться на обсуждение о каком-то будущем проекте, который она подготавливает с какими-то людьми. Я довольно открытый человек, особенно если это касается каких-то проектов, там, может быть, она сказала, что это, возможно, образовательный проект, что-то в этом роде. В общем, дело заключается в следующем, что они хотят, на самом деле, поднять очень интересную мысль, сделать некую организацию, которая бы помогала школьникам и студентам найти себя и понять, в каком ключе им развиваться и как им образовываться, какие там университеты выбирать и какая их профессия, это их профессия. Вот. И они, ну, как бы очень стандартно, по сути, даже подходили вот сначала в том, что они мне предложили, какую там у них, какие у них мысли, как это сделать, потому что они опять же начали мыслить такими категориями, как вот мы можем там научить хорошо подготовить к вступлению в какой-то юридический вуз, там медицинский, туда-сюда, туда-сюда, подобрать ряд репетиторов, а потом найти им работу. И не слово, а культурные составляющие. И как бы в процессе разговора, ну, как бы я поняла, что я имею дело с людьми, которые большей части из Донецка, а некоторые из Луганска, они вынуждены находиться здесь. И они создали такую инициативу, потому что, ну, то есть они как бы сделали выводы из того, что происходит в их родном, как бы, крае, да, и по большей части из-за отсутствия какой-то культурной, не знаю, какой-то части культурной или там образовательной части, вот культуры очень мало, да. И они это поняли, но все равно они не знали, как к этому подойти. Когда я начала говорить о современном искусстве, мне сказали, что да, вот одна девочка, она сказала, что она была арт-директором арт-резиденции в Донецке. Я не знаю, что такое арт-резиденция в Донецке, но она мне объяснила, что их прямые конкуренты – это изоляция, на что я очень удивилась и заулыбалась. Вот, потому что, ну, не знаю, есть ли у нас прямые конкуренты изоляции. В принципе, да. Ну, мы не сравниваем с Пинчук арт-центром, потому что это совсем другая территория, но резиденций, конкурирующих, это смешно. Да, к слову, не исключено, что изоляция будет представлять Украину на Венецианской биеннале. Да, во всяком случае, заместитель министра Украины недавно разразилась постом в Фейсбуке. Мы мало, конечно, но во всяком случае я что поняла из этого, но как-то где-то слово изоляция, биеннале и представлять Украину были приблизительно в предложениях, которые стояли рядом, поэтому где-то такой вывод можно сделать. Не исключено, я не знаю. Вот, в общем, они мне сказали следующее, и мне сразу дали заключение о том, что мы в нашей арт-резиденции делали настоящее творчество, потому что это было видно, когда заходишь на нашу территорию, там красивая скульптура в форме клубнички и много цветов, и там очень хорошо отдыхать. То есть, как бы... И вот мы подходим к понятию, что не есть современное искусство, в смысле актуальное. Да, то, что развлекает по большей степени, да, то есть все, что удобное, развлекательное, ла-ла-ла-ла. Не напрягает. И, как бы, в общем, я долго беседовала, наверное, часа четыре пыталась рассказать. И в итоге я обратила внимание, что я так увлеклась, что сидело очень много молодых ребят и девушек, которые внимательно слушали и пытались понять. И потом они там задавали вопросы о Пинчукар-центре, еще о чем-то. И мы, как бы, в какой-то такой форме просто диалога, дискуссии, вот как здесь беседовали, что они там... Они не понимают, естественно, потому что это язык. Актуальное искусство – это один из языков, то есть закодированных языков, которые могут счесть люди, которые владеют этим языком. Вот если мы не знаем английского языка, он нам может быть, или китайского, он нам может казаться очень глупым и смешным, да, но как бы некрасивым или еще каким-то там. Вот. Если мы начинаем его знать, и чем больше мы узнаем, тем больше мы можем понимать даже нечто другое совершенно. Вот. Поэтому, наверное, одним из важнейших моментов вообще и важнейшей ответственностью является перед художником, если он уже себя обозначил как художник или она, это умение образовывать или хотя бы отвечать за свои действия и слова. Я бы так сказала. Донести людям, что актуальное искусство не учит тому, что такое хорошо и что такое плохо, чем, например, занималось искусство на нашей территории весь прошлый век, да. То есть социализм, он говорил, вот это, ребята, хорошо, вот это красиво, вот это приятно, вот это, ну, вот так вот должно быть. А Мадеевич Б? И это, конечно, огромная, как бы, в какой-то мере даже трагедия, что мы пропустили всю историю искусства 20 века, и все это к нам так навалилось, мы пытаемся все это переварить, там, вот, а это перформанс, о, боже, а как это? А это вот кино такое вот современное снимали в 20 веке. И мы пытаемся вот сейчас даже на территории Гугольфеста там что-то делать, а это все уже было еще в начале 20 века. У нас тут все носятся с этим, вот, а давайте так попробуем, потому что этого всего, ну, это все нас догнало, и нам надо все это пережить заново, для того, чтобы она состоялась на нашей территории. А на данный момент в мире актуальное искусство, это определение, да, область знаний, точно такая же, как биомеханика, там, астрофизика, вот, и оно не может нравиться или нет, оно есть, ты должен этот факт принять. Если ты считаешь себя современным образованным человеком, ты должен эту сферу осваивать, да. То есть на Западе молодые люди с детства, насмотренные в музеях, галереях, они легко понимают, где настоящее искусство, где фейк, где кич, где работа сделана за деньги, да. У нас такого опыта очень мало. Вот то, что там нам сейчас показывают в Пинчукар-центре, это очень маленькая часть того всего, что нам надо увидеть, если мы этим интересуемся, и... Что, ты приуныл? Нет? Кто-то приуныл. Да? Просто у меня постоянно, у меня вот крутится другой вопрос. Как, вот некоторые моменты, вытекающие из вот этой беседы, образовавшиеся... Во-первых, сразу два вопроса у меня появилось за последние несколько минут. Во-первых, получается, искусство из какого-то чего-то от души там превращается в какую-то астрофизику, математику. Астрофизика это... Математика не может быть от души. Это да, это определенная область знаний, ноосфера. Хорошо. И второе, это как получилось еще, что целый пласт людей есть, образованных, интеллектуальных, достаточно образованных, если взять нашу... наш социум. Есть какой-то пласт людей, отрицающих современное искусство, допустим, в каком плане, что нет, это все... это все плохо. Кто не говорит, что хорошо? Я не говорю. Я просто... Вот не то, что не пытающихся, даже не пытающихся понять, то есть идет какое-то накопление, как-то возможно из-за того, что вот так оно на нас навалилось, что вот было там одно все, вот это хорошо, все вот как бы к этому уж... И вдруг все поменялось, навалилось современное искусство. Я еще помню, я помню, как я с родителями ходил, по-моему, в... Я был мал, не помню, сколько мне было лет. И это была одна из первых выставок, где вообще узнали, что такое инсталляция, и что такое вообще есть. И проходила она на контрактовой площади там в Могилянке. В центре современного искусства Соросиса. Там вообще буквально, это было еще там очень примитивно, да, это там колонны, в них были такие маленькие мониторы, и что-то там показывали. Это то, что сейчас уже, уже как никого не удивишь, это даже уже как-то вроде бы анатомально. время это был очень серьезный центр европейского уровня. что это искусство, да, И, возможно, я не знаю, может быть, это из-за накопления кого-то вот, и отрицать, что это нет, это же не искусство, это непонятно что. И вдруг следующее, ты только к этому привыкаешь, и тут следующее, какое-то следующее, то, что нас догнало, как ты сама сказала. И я не знаю, может быть, поэтому, но вот получился целый пласт людей, не то, что которых, допустим, они там какие-то недалекие, не образованные люди, а допустим. Не обделенные визуальным опытом. Ну, как будто, просто вот уже и не хотят они. Вот в чем. Потому что те процессы, которые происходят сейчас в украинском обществе, в западном обществе, происходили в 50-х, 60-х и 70-х, то есть весь тот постмодернизм, который происходил тогда, он к нам вот только-только дошел, и только сейчас мы открыты на, многие люди говорят по-английски, интернет и так далее, то есть к нам попадает информация сюда больше. Связано ли это с уровнем нашей жизни? Я не знаю, связано ли это с уровнем жизни, но почему разница? Почему люди не понимают и не принимают? Потому что на них это свалилось вот так вот на голову. С уровнем жизни уже не связано. Не прошел тот процесс как бы социального понимания. Да, в Пинчукаро-центре можно ввозить бесплатно. В Ночь в музею можно посмотреть все выставки музея. Не в этом плане. Вот допустим, если взять по годам, вот в Советском Союзе было какое-то актуальное свое, то, что навязанное, назовем это так. Актуальный соцреализм. Это соцреализм. Послушай, железный занавес же был только у нас, а в это время в Америке и в Европе искусство вообще шло в какие-то совершенно разные стороны. Причем по-разному. Вот я имею в виду, что связано ли это допустим с уровнем, что их уровень жизни был лучше и поэтому их искусство как бы выражало то, что им не достает. из серии, что если все у тебя хорошо, то хочешь немножко трэш, а если у тебя все трэш, то хочешь немножко хорошо. Связано это или не связано? Может, я просто... Я думаю, что в каком-то смысле это связано со свободомыслием и свободой слова в обществе и когда художник мог выражать то, что он хотел и были разные социальные движения в те же Франции, в Англии и так далее. Не всегда, но просто в Советском Союзе или там где-то просто... Тот прессинг, который был на людях люди просто... Запрет и отрицание. Люди не учились мыслить. Дело в том, что вообще-то революцию в 17-м году в основном поддержала интеллигенция и очень авангардная часть общества. Да. И она, по сути, сделала эту революцию. Мы прекрасно знаем плакаты, ну вообще все вот... Тогда этот был... футуризм, эти перфомансы тогда, да? И вообще вся эта революция, она сопровождалась сплошным... сплошным авангардом. Я прошу прощения, но Зимний брала не интеллигенция, а как бы интеллигенция, да, она рисовала... Интеллигенция держала кулаки, да, но эти кулаки разбивала не интеллигенция, к сожалению. То есть... Не присутствовала, но не исключаю, что и интеллигенция тоже. Авангардная интеллигенция, это не обязательно буржуа, да, это как бы могли быть те же художники, которые как бы интеллигенция, интеллигенция, интеллектуальная интеллигенция, но это не... Те маргиналы, которых, вернее, на данном этапе можно было бы называть маргиналами, которые скорее были ненконформистами, которым, в принципе, они всегда были бы бояга против. А не кажется ли вам, что как раз то, что как раз существование Советского Союза сформировало специфическое отношение к современному искусству? Тот период, когда все было запрещено, ну, многое было запрещено, и сейчас, когда все позволено. То есть время, когда вы можете делать все, что угодно, и вы можете называть все, что угодно искусством. Условно говоря, какой-то вымышленный художник, условный, он берет ведро краски, шлепает там что-то себе на полотне, два раза плюнул, два раза размазал, и он сказал, вот, я так вижу, это мое видение. А вы подумайте сами, догадайтесь, пришел куратор и придумал много умных вещей, много умных слов, как объяснить эту картину. что хороший куратор не придет. В достойном выставочном месте его не покажут. То есть отбор все равно есть. Все очень быстро и несложно можно отличить. Но то, что да, у нас сейчас очень многие люди, которые не имеют отношения к искусству, называют себя художниками. Вот, например, я не хочу обидеть Гопчинскую, но есть такой факт, то есть дизайнер прикладной, который рисует просто эти вещи не на стаканах и не на магнитах, а на холсте и называет себя художником. И так выглядит, как будто пытается одурачить всех людей. Но все, кто понимают, те понимают, что Гопчинская – это дизайнер. Всем остальным навязали мысль, что она великий художник и стоит очень дорого. На самом деле, это смешно, примитивно, забавно. Ну, точно так же, как… Не очень-то и дорого, она стоит по большому счету. Ну, хорошо. А как, скажите, а как объяснить обывателю, который у нас… Где, собственно, с среднему украинцу, с парисичному, который приходит в тот же Пинчук арт-центр, видит выставку Хёрста или там Ухунста… Понимаешь, что Гопчинская – это симпатично. И понимаешь, что Гопчинская – это в сравнении с ними, да, это довольно-таки симпатично. Красивая булка с глазами. И он понимает, что ему ещё там где-то в школе или там, может быть, дай бог, в техникуме или в институте объясняли, что есть ещё… Для него образцом является, неким образцом является Монализа. И как вот из Монализы, которая является каким-то неким классическим образцом, вдруг появляется голова отрубленной коровы в формалине. Я расскажу. Как для него… То есть у него, то есть это какой-то вот разрыв шаблона. То есть, что такое искусство? Руслан, есть люди, которым не нужно современное искусство. Для того?, искусство вообще ненужный факт в обществе как такового. Люди, которые прекрасно могут жить без этого. Так, может, есть какая-то некоторая в степени навязывания современного искусства людям, которым оно не нужно? Вот. А это не совсем правда. А это не совсем правда. Это всё. Я могу провести очень простой параллель. Это высшее образование, которое… Она навязана. ничего нет. Высшее образование? Нет ничего. Я как раз хотела сказать, надо делать реформы и навязывать, чтобы немножко мозги чистить просто. Просто, например, то же самое, что это как армия, кстати. Вот актуальный вопрос. Это как, начиная с какого-то момента считается, если ты пошел в армию у нас в стране, не пошел учиться в институте, а пошел в армию, значит, ты человек, ну, как бы третьего сорта. Просто потому что, значит, ты не смог. Придя из армии, ты можешь пойти в университет. В общем, мы, по-моему, в какие-то другие категории уже совсем уходим. Ты о чем хотел спросить? О чем я? Я провожу параллель в том, что и так же самое современное. Если ты не интересуешься, то ты считаешь себя как бы человеком уже не совсем, ну, как бы не третьего пусть сорта, ну, типа, ты не совсем, вот, ты не интересуешься искусством, значит, наверное, не совсем умный. Тот вопрос твой, он во многом перекликается с вопросом Руслана, потому что все процессы, которые происходят в современной жизни, они идут в непосредственной связке с историческими фактами. Исторические факты, в свою очередь, идут в связке с литературой того времени, с искусством того времени, во время существования кинематографа с кино. Это осмысление жизни, которое касается дефлексии, но тем не менее, во многом, это то, что тебе дает понимание, там, эпохи, поколения, знание того, как жили люди. И вот в срезе нашей современной жизни, это как раз тот плюрализм, о котором я говорила, хоть какое бы ни было это ужасное слово. То, что, возможно, как-то избавляет от понимания сознания одиночества, да, что ты не один есть, вот все эти люди переживают что-то похожее. То, что происходит с нами, происходило в других странах, там, несколько лет назад, в соседних, да, то есть это какие-то общие переживания. Мне кажется, что в этот момент как раз мы пришли к вопросу ответственности художника как такового, потому что художник, хорошо, не актуальный художник, который занимается актуальным искусством, эта фигура, прежде всего, социально ответственная. И как раз в этом состоит ответственность художника, чтобы работать с людьми, я не говорю обучать их, но посредством искусства доносить, что Мона Лиза, где вот эта грань от Мона Лизы к Дамьян Херсту, и почему есть художник, который занимается декоративной, или дизайнер, который пишет декоративные картины, это менее интересно, и почему у Дамьян Херст это более интересно и более богато. Хотя на самом деле приклонный дизайн может быть и не менее интересный, просто это совсем другие категории. Да, это совершенно другие категории, более того, сейчас в искусстве нельзя подходить к категориям «хорошо-плохо», то есть это совершенно другой подход. Если это искусство будет интересно только лишь художнику, ведь художник делает свою работу не только лишь исключительно для себя, он делает это для людей. Я, кстати, не согласилась бы с тем, что художник делает для людей, вот это неправда. На современном, как по мне, этапе художник создает, я говорю о художнике как о кинематографисте, как о живописце, неважно, научном деятеле, враче, философе, политике. Он делает что-то для себя, если он при этом может в социальную жизнь или в любой другой аспект привнести что-то полезное, но это только ему хвала и честь. Но при этом человек должен ощущать себя в современном мире нужным и важным, и доносить, ну, какую-то там, не знаю, свою мысль, свое деяние, но при этом понимать, что он делает это для себя. И многие, на самом деле, люди, которые там участвуют сейчас в смотрах Каннского кинофестиваля, ну, я имею в виду их киноработы, или те люди, которые участвуют в биеннале современного искусства, они во многом утверждают, что они делают это для себя. Не так давно был фильм лазницы «Майдан», которые оплевали все, стоявшие на Майдане, не понимающие, что такое современное кино и что фильм лазницы «Майдан» означает для развития современного кинематографа. Хорошо, тогда если художник делает эту работу исключительно для себя, то почему он не может эту работу сделать для себя, повесить у себя в комнате? Может. И любоваться этой работой в себя в комнате? Это мы возвращаемся сейчас к институту ционализации. Он же делает это для общества, для публики, то есть он все равно ожидает какой-то реакции от социума. Нет, почему бы это что, преступление? Это плохо. Ну вот вы же ходите по улице, дышите, а что вы это делаете? Ну только он такое себе позволяет. Ну прям вообще, да? Вот это тоже, опять же, мне кажется, что вот все это связано между собой, то, что вы говорите, что там упал железный занавес и то, что художник делает для себя, не для себя. Там, где это развивалось постепенно, появлялся художник, который делает это для себя. Он делает это для себя. Даже то, что я делаю, я делаю, там, допустим, для себя, и если это кому-то нравится, все хорошо. Ну ты художник в этом. И появляется художник, который делает это для себя. Он показывает, возможно, так или иначе это людям. Вокруг него собирается какая-то группа людей, которые распространяют то, что он делает, и им это нравится. Тому, кому не нравится, это не навязывается, потому что это не галерея, там, это художник. Может быть, он нашел помещение, сделал свою выставку, все плохо. Это стало популярным почему-то, неважно по какой причине, это стало популярным. Это постепенно, появляются какие-то также новые направления. И тут у нас, в этом вакууме, внезапно этот купол внезапно рассыпается, и все, что там постепенно собирало каких-то там своих почитателей и прочее. И здесь все вдруг, это вот так вот падает нас, и говорят... У нас пять галерей, о чем вы говорите? Пять! Ну я же образно говорю. Да не образно, я говорю не образно. Не упала нам, собственно, на голову Маша об этом. Да, на самом деле, этого так мало, что... Основные есть... Яголы из галереи в Киеве. За художник. И что еще у нас есть? Ну, Мироновая галерея, которая Лавра. В общем, да, Лавра, там уже есть криптизка. Ну, это галерея, но если... И Ботега. Я сказала, а, вот Ботега, я... Ну, в общем, пять, условно десять, это не так важно. А должно быть где-то пятьдесят-сто? В Буэнос-Айресе, вон там, что-то, полторы. В Буэнос-Айресе просто... Превышно, как тысяча, не помню. Какая-то вообще баснословная цифра. Страна это к вопросу об уровне жизни. Это востребованность. Значит, вопрос... Страна третьего мира была. Вопрос, значит, не так востребован. Это все кто? Знаешь, это как... То, что люди хотят. Если галерей мало, значит, я не думаю, что просто все люди хотят больше галерей, а кто-то запрещает их делать. Да нет, конечно. Мы, по-моему, просто сейчас заходим уже в этом разговоре с тобой на такую серьезную территорию, когда нужно, поверь мне, раскладывать просто какой-то пассиан сумасшедший и объяснять, что у нас нет института меценатства, у нас нет людей, которые готовы покровительствовать художникам. Если они есть, они требуют от художников за мизерную плату, какое-то баснословное количество работ. Ну, в общем, это такой снежный ком, это очень сложно. Есть один очень простой ответ. В нашей сейчас ситуации в стране и в новой экономической ситуации очень долго у людей после затрат на еду и отдых раз в год, культура на третьем месте, деньги на этот третий пункт еще не скоро будут доходить. Ну, у кого-то очень узкого круга людей. В общем, условно, просто все по-маслоу, и ты пока не попишешь ничего. Но, с другой стороны, есть какая-то глобальная история, в которой все равно нужно развиваться. И если уже есть те люди, которые работают, прости, пожалуйста, на этой территории, значит, потребность есть. Они же идут в художественной академии, не становясь художником, а какими-то арт-критиками, не от того, что их обязали это сделать. Нет, конечно. Ну, нельзя же всех, ну, понятно. Прекрасно. Ну, это прекрасно, условно, может быть, как страхолюдное, так и красивое. Если бы их не было, вообще было бы совсем грустно. Тогда вообще было бы, я имею в виду, в какой-то массовости. Если мы хотим говорить о том, что образование там для массового, это нужно в высшее образование, должны быть какие-то там факультативы по искусству. Где это учат? Ну, там, в некоторых вузах. Куда идет масса людей? Ну, не в те вузы, где есть хоть что-то связанное с историей искусства, например. История искусства – это история культуры, это история цивилизации, это история философии, это история политики, это история социологии. История. История, да, это история. Поэтому могу сказать так, что даже в Академии, в Национальной Академии образотворчивого мастерства и архитектуры в Украине единственной такой вот супер важной. Ну, вот такая вот супер важная, главная. В ней история искусства заканчивается на 20 веке. Есть Ольга Балашова, Маша Ланько, они преподают, они начали, они ввели курсы, курс по истории современного искусства. Но это два человека на всю Украину официально, да? То есть это должно быть со школы, потому что это история человечества. Ну, просто истории же недостаточно, нужно проводить какие-то параллели. Ну, безусловно, это все комплексное образование, естественно. Поэтому я не закончила свою мысль по поводу вот революции в 17-м году и как произошла вот, да, социализм вырос, с будущим как бы желанием вырастить коммунизм, сори, вот, поддержала как бы авангардная часть общества, да, прогрессивные люди, ебанутые, извините за выражение, дебильные, которые с какими-то странными штуками в голове, но они поддержали авангардную революцию, вот, которую этих же людей потом репрессировали, потому что власть поняла, что эти люди могут манипулировать сознанием человечества на самом деле, и может быть контрреволюция благодаря таким людям, да, которые там художники, не знаю, там поэты, все кто угодно, вот, которые там как бы не куском хлебом единым, а какими-то идеями просветительскими жили во многом. Их репрессировали, их убрали, и было запрещено авангардное искусство, и оно было запрещено 80 лет, это несколько поколений на самом деле, да, вот, и просто не было выбора, не разрешали смотреть ничего, кроме как цветочки, там, поля, не знаю, там, балет, ну, короче, потому что человек, это машина на то время, которая ходила на завод, пахала там, потом приходила эта машина домой, жрала тарелку борща с котлетой, смотрела на свою картину в форме натюрморта и радовалась жизни, все, приходила в лучшем случае один раз в жизни, или там, не знаю, один раз в году со своей семьей в музей, где показывали исключительно только соцреализм, я не говорю, что это плохо, соцреализм был красивый тоже, но это было определенно, как бы, заказано государством, где контролировали, что показывать, просто человек, ну, тогда люди не знали, что есть что-то другое, да, потому что им не было времени, ну, история тогда другая преподавалась, философия другая преподавалась, все было, как бы, контролируемо властью, и вот, как бы, когда поломалась эта система немножко, власть все равно продолжает контролировать, но у нас, как бы, все-таки есть возможность, как-то, бороться с этой властью, вот, есть опять очередные какие-то дебильные придурки, которые хотят немножко, там, типа, подвинуть власть и показать, задать вопросы, да, стать немножко не в комфортную позу, и людей поставить не в комфортную позу, не только жрать тарелку борща с подсолнухом на холсте, но еще, как бы, задавать вопросы. Вот, люди думали, что после конца советской эпохи придет много всего нового, неожиданного и прекрасного, но оказалось, что оно совсем не прекрасное, и, возможно, лучше обратно пойти в музей и посмотреть на Шишкина, и, наконец-то, глаз сможет отдохнуть после длинного, да, рабочего дня. Вот, а с нашим современным искусством оказалось все сложней, но при этом украинское актуальное искусство, оно довольно живописное. Уже очень много текстов написано на эту тему, что мы южане, и даже вот в contemporary art мы все равно в чем-то очень красивые, живые, импульсивные, да, декоративные, и все наше искусство 80-х, 90-х прошлого века, которое уже вошло в историю, его даже показали в Национальном художественном музее, то есть на главной исторической площадке, да, то есть в музее, который отправляет вот в историю. Да, оказалось, что мы своевременные, актуальные, интересные миру, удивительные и в то же время даже красивые, да? Вот, кстати, да, нужно же заметить, что во время последней пинчуковской, пинчукард прайс международной, предпочтение жюри было отдано художнице, которая рисует живописные полотна. То есть все кураторы заграничные, да, они настолько... Мы только к этому пришли, мы пришли к инсталляции, к перформансу, ко всему тому, что было для нас дико и странно в те годы, когда у нас там был какой-то там условный железный занавес или 90-е, мы этого не пережили. А всем, кто приезжает из-за границы, это уже неинтересно. Именно поэтому, возможно, мы и должны пока повариться в этом котле. Может быть, в искусстве существовал в какое-то долгое время тоже какой-то определенной степени железный занавес, который как бы не подразумевает. У нас есть моды, у нас есть понятия моды тоже. Даже не то, что в советском, а просто в мире. Там было же какое-то там непризнание, допустим, любого другого направления. Правильно. И это есть как отрицание. И мы сейчас догоняем, понятное дело, потому что у нас это процесс позже начался. Понимаешь, в чем наша проблема на данном этапе? Ну, или не проблема, а преимущество как раз, наверное, наоборот. Мы пробуем все. Ну, мы пробуем все, и ты говоришь опять, можем опять говорить там, типа как от переизбытки, и у людей поэтому немножко не понимают, что типа на что смотреть. Но всего пять галерей, мы же сказали, и вроде как никто не заставляет, и даже не внушает. Потому что у нас никто не понимает, как важно вести меценатскую деятельность. В общем, это опять мы, вот из-за твоих вопросов мы снова возвращаемся к чему-то такому очень глобальному. Проклянил бы я. Встала выше. Вопрос был изначально в чем? В красоте, не красоте, зачем нужно, не стыдно ли? Вопрос давали на листочке. Да, ну в общем... Я могу немножко сделать одну реприку по поводу живописи. Мне кажется, что тут не стоит обманываться и пробовать все, потому что это, конечно, очень приятно и лестно думать, что вот все уже давно забыли, как рисовать, а вот у нас еще могут, именно поэтому на нас обратили внимание. И как раз говорила, что на международные премии отдали предпочтение художнице из Англии. Это никак не связано с Украиной. Потом изучала фраза, что может быть нам стоит повариться в этом саку. Так вот, я именно об этом хочу сказать, что единичный случай здесь как раз не подтверждает нашу ситуацию, потому что как раз живопись сейчас является одним из не то, что умирающих, уж давно таких видов искусства затихающих. Ну вот показать самый дорогой украинский художник Анатолий Криволап, модернист. Он к контемпоро-ярт не имеет никакого отношения. Да. Я сейчас закончу только реприку по части новых веяний в искусстве. И тот же перформанс взялся не просто так, потому что это модно, а по сути дела развитие техники, то есть разные кибер-арт и био-арт. Это вот одни из самых таких, скажем так, передовых на Западе течений в искусстве, которые вышли такие из перформанса в каком-то смысле тоже. Тот же био-арт, когда тот же Стелларк, Эдуард Кац и так далее, та же Орлан. То есть все, кто это уже давно делал, то есть для нас это является шоком. Для людей на Западе это давно уже прошедший этап, они идут опять же на шаг дальше и дальше. Потому что, по сути дела, человечество переживает кризис личности как таковой. То есть кто я такой? И естественно, в искусстве почему вот все такое непонятное, все такое для нас странное, мы все меняемся и все никак не можем определиться, где же, что же нам, вот что же для нас такое искусство? Нам нужно, даже не нам, по сути дела, человеку как таковому определиться, кем человек является как личность сейчас в современном вот этом вот мультикультуральном таком хомогенном мире. Кто-то вот из классиков сказал, что искусство зеркало, вот кризис личности, все смотрят, думают, боже, что же оно такое некрасивое и неприятное-то смотрит на меня, абсолютно адский и глаз оторвать не можешь, а не нравится. А вот не факт, может быть просто потому что, ну, все же смотрят, ну, типа, я уйду сейчас и как-то, ну, не, я скажу, что вот это, что вы здесь, ну, поставить я вообще в прямом смысле, и уже как, ну, как в глобальном, ну, а что же буквально, мне просто интересно именно связь конкретно, допустим, я как человек не могу сказать, который имеет прямое отношение к искусству, мне поэтому больше, я в данном случае выступаю тогда, на стороне вот той массы людей, которая, как бы, не совсем, ну, не знают, куда смотреть, по большому счету, то есть, они им показывают вот голову, они говорят, ну, это голова, ну, голова корова. будет некое количество институций, пускай их в нашей стране много, кураторов, эти люди могут тебя направить и подсказать им, если уж тебе интересно, ты можешь прийти и задать вопрос, а тебе говорят, а вот есть такое, есть такое, есть еще совсем не такое, пожалуйста, выбирай. Я уже понял, что нужно просто, это надо все, конечно, с образованием, хорошо, просто становится обидно, получается, еще где-то, несколько, кроме тех 80 лет, поколений людей, которые уже могут смотреть, но уже не могут понимать, потому что их не учили этому. Понятно, что каждый может, каждый может, это, к сожалению, с людьми не работает с большинством, каждый может. Есть многие люди, которые до сих пор живут как машины, которые, ну, почему до сих пор, всю, так, всю историю существовало, да, просто они идут теперь не за станки, за компьютер, он идет с утра, там, что теперь он имеет возможность, конечно, в интернете, например, самообразоваться, но он этого не будет делать, по каким-то причинам, ему не нужно это для повседневной жизни. Цели замещены, он уже не, цель жизни у него, кто думает вообще о цель жизни? Это типа... Я возвращаюсь в кризис общества и кризис личности, когда у человека нет таких потребностей. Нет потребностей разбираться. Ну, ты же сам спрашивал, а что заставлять? Не заставлять тогда уже. Мне кажется, ты наконец-то сам уже начинаешь отвечать на свои вопросы. Продолжай. Дело не в том, что заставлять. Заставляет, и я говорил, и так и есть, что заставляет, как бы ты уже живешь во время, когда ты можешь смотреть, но ты не совсем понимаешь, но ты как бы навязана в том плане, что если ты хочешь считать себя культурным там и образованным человеком, то ты тогда должен там посещать выставки и смотреть современное искусство, в нем разбираться. Это вопрос, конечно. Ты можешь задавать этот вопрос мне 15 раз, но, к сожалению, факт остается фактом. Это также, почему я сказал про армию. То есть это обязательство какое-то, по-твоему? Какое-то обязательство, конечно. Но если ты хочешь считать себя сейчас уже образованным. А подожди, так с другой стороны это можно затронуть не только современное искусство, в этом случае тогда любая из сфер, которая нам может или может пригодиться или не пригодиться. То же самое. Считаешь книги. Культура и образование вообще это вещь принудительная. В принципе, потому что формирует это образовывание. С другой стороны тебя и к врачу отправляют, потому что ты болеешь и говоришь, я хочу умереть. Тебя говорят, нет, пойди сходи к врачу. Люди к врачу не очень хотят ходить. Я вообще не совсем понимаю, как люди вообще пришли. Так и есть. Я вообще не понимаю, как вообще люди могли до такого дойти. Если ты дашь возможность человеку чего-то не делать, то он не будет этого делать. Вопрос, как, конечно, есть какое-то количество людей, всегда какой-то процент, который все равно интересуется. Интересно. Зацепить. Они идут куда-то. Нужно как-то заинтересовать. Не просто, как бы, а то, дали возможность, ну, хотите современное искусство? Вот. Вот. Пожалуйста. А люди, ну, это, окей, современное искусство. Раз посмотрели, два посмотрели, три. И потом появился тренд отрицания современного искусства. И сразу, как бы, не так было. Хотя, может, и сразу было. Может, я просто преувеличиваю. типа, теперь вот целый пласт образованных которые просто отрицают современное искусство. Это трэш. Мне, нарисуйте нам лошадку. Ну, и не потому, что они какие-то, вот они, это не какой-то там пролетариат. Я не знаю, это, конечно, шовинизм там попахит. неважно. Это же тоже какая-то позиция. Иногда эта позиция выступает... но она обусловлена какими-то вот неправильными, знаешь, не нужно было сначала, ну, как-то постепенно. Не было вот этого постепенного перехода. Возможно, конечно, наши дети там или внуки, у них уже будет с самого начала там со школы, говорят, вот это, вот это современное искусство. Чем, почему? Подожди, это тоже некий акт оккультуривания, когда ты изучаешь что-то, делаешь выводы, говоришь, неинтересно, не хочу знать. ты уже совершаешь над этим какой-то акт. Ты проанализировал, узнал, как дела обстоят, и вдруг оно тебе не понравилось. Может, оно тебе и понравилось, но вот дань моде, так а ваше тебе нужно сказать не нравится. Есть такая разница, как тебе говорят, например, вот это, там, голова коровы. Художник этим хотел рассказать нам то-то, то-то, и то-то, и десятое. И ты такой думаешь, и смотришь уже там под другим углом, и думаешь, я, вот, кстати, очень хорошая параллель, возможно, не знаю, как там он выставит меня в консвете, но, допустим, картины, обычная, там, обычная какая-то живопись, картины маслом. Я, когда, попробовал сам что-то нарисовать, я начал что-то там нарисовать, нарисовал что-то, и вот в этот момент я вдруг понял, неважно, насколько примитивно я к этому прикоснулся, и потом, как-то я иначе начал смотреть и на все остальные картины, на которые я смотрел до этого, начал замечать какие-то другие вещи. Если раньше, допустим, я смотрел на вот какую-то определенную технику или направление, и я там, ну, что, типа, мне это не очень нравится, а после того, как я что-то попробовал, я уже начинаю замечать какие-то просто, ну, другие вещи, которых я раньше не замечал. Вопрос в том, что я там как-то прикоснулся, так как-то у меня это сложилось, а большинство людей, например, нет. Не знаю, можно ли сделать что-то, вот, вопрос именно зацепить, как вот заинтересовать человека для того, чтобы он вот это «Голова коровы». Ну, художник нам хотел сказать, это как образование в школе, когда вас заставляют читать классическую русскую литературу, которую, я считаю, вообще не нужно читать в школе, но не суть. Но заставляют, почему? Потому что, ну, потом они же вообще не прочитают, так мы их хоть заставим, а они станут образованными людьми. То есть, ну, как будто они не должны это прочитать, когда они уже образованные люди. Могу сказать. Конечно. Вот сейчас. Каждый может. Да. Я, прошу прощения, ну, я вот скажу. Значит так, в школе у нас есть уроки рисования. У меня всегда были тройки с минусом и даже двойки. Я ненавидела этот предмет, просто дико ненавидела. Зато я обожала математику и физику. А вот рисование я ненавидела. Параллельно с этим я ходила в художественную студию, где меня учили классическому письму масло, холст. Я была маленьким ребенком. Но по сей день я срисовать не могу. И рисую я отвратительно, если честно. Только тогда, когда мне что-то нужно, тогда я могу нарисовать, но и то это не очень красиво, я так скажу. Вот. Но вот, когда я преподавала в Пинчукар-центре детям семь лет восемь и девять, через год моего образования каждую неделю полтора часа в субботу мы ходили с ними, разговаривали, они рисовали. Просто дело в подходе. Через год на выставке Чепманов маленький мальчик, которому восемь с половиной годиков, сказал мне, мне кажется, что братья Чепманы затрагивают проблему глобализации общества. Поэтому все дело в подходе, наверное. Ну, могу сказать о себе, что те вещи в современном искусстве, которые вызвали во мне абсолютное неприятие, я не могла понять, как такое может быть, зачем такое делать. То есть, вот один из моих любимых фотографов, Уиткин, снимает мертвую натуру. То есть, работает с человеческим телом, делает натюрморты, постановочные кадры, но он делает это настолько красиво и в моем понимании, опять-таки, и утверждает этими работами жизнь, как я вот потом это для себя уже поняла. Вопрос этот во мне засел надолго. Ну, как такое может быть, это же ужасно, и это неправильно, и смерть все равно показывает смерть. И вот несколько лет, наверное, года два. Этот вопрос во мне висел, как он так смог и как он из мертвого может показывать живую. Но в итоге он стал одним из моих любимых фотографов, и вот точно так же было и с другими работами людей, которые просто сначала тебя выворачивают, потом еще долго как-то держат за горло, ты пытаешься понять, как такое может быть, и ты понимаешь, что в тебе ломаются твои шаблоны восприятия красивого, хорошего, настоящего, вот все это ломается, вот это как в жизни, что ты от чего-то зарекаешься, оно тебя настигает, и потом в итоге ты, если тебе удается сквозь свой жизненный опыт понять, что да, красивое на самом деле это вот некрасивое очень часто, а замечательные люди иногда совершают очень странные поступки и не всегда с виду это хорошие поступки и твоя жизнь тебя вот ведет по тому пути и ты находишь своих художников, которые подтверждают какой-то твой новый опыт и расширяют его и противовес твоему Уиткину, скажем, моей Пьер Рыжин, и это та теория, которую я очень люблю, о том, что художник никому ничего не должен и делает только то, от чего сам получает сумасшедшее удовольствие люди, которые 20 с лишним лет 30 работают с какими-то такими странными конструкциями фотошопа и разрисовки вручную, где обнаженка, звезды, куда там браться Ла Шапелю, который отфоткал всех возможных и невозможных звезд, у Пьера и Жиля все эти люди побывали в кадре гораздо раньше и при этом эти люди делали то, что приносит им эстетическое и моральное удовольствие. современное искусство это вот на всю жизнь история и ты можешь найти очень много интересного живого настоящего по сути это одна из единственных территорий где присутствует настоящее и здравый рассудок и здравый рассудок и анализ и новые смыслы поэтому я считаю, что очень многие люди будут к нему приходить приходить и приходить но своей дорогой тут часто ни в школе ни в институте не навяжешь но то, что с детства это могут привить люди которые рядом с тобой когда ты слышишь когда люди общаются о новых фильмах тебе хочется пойти домой и их посмотреть не для того чтобы включить с ними в беседу но просто знать вот есть такие вещи люди с такими эмоциями об этом говорят мне наверное стоит это увидеть и вот нам уже показывают что нам надо закругляться и продолжить беседу уже в другом месте поэтому хочу всех поблагодарить за присутствие чтобы не отказались вроде бы с виду поговорить ни о чем но на самом деле о вот таких вот живых вещах кстати как и о гугольфесте где просто можно понять что ты можешь быть участником этого процесса он может выглядеть несерьезно он может не претендовать быть произведением искусства но да искусство либо оно в твоей жизни оно тебе интересно либо либо это не искусство наверное да аминь аминь аминь